До выхода на сцену у Адама Абакарова остался один день. Но реалии современного бодибилдинга таковы, что устроить себе выходной ни за день, ни даже в день турнира ты уже не можешь. Несмотря ни на что, ты должен улыбаться, быть приветливым и общительным. Но такова экономика бодибилдинга. Здесь твои фанаты стоят гораздо дороже, чем твои титулы. Эти правила игры Адам принял, но и от борьбы за титул он отказываться не намерен. Борьба будет всегда, соперники найдутся всегда и исход может быть абсолютно любой. Это бодибилдинг, еще целый день кто-то доведется, кто-то может быть наоборот. Поэтому все будет видно только завтрак вечером. За день до выступления, наверное, момент, когда он очень собран, пытается не нервничать, спокоен, доверчивый и очень нуждается в поддержке. Но это спокойствие в кадре дается Адаму ой как нелегко. Насколько быстро может вспыхнуть Адам, знают многие из подписчиков качковских пабликов. Как человек я, в принципе, живу правильно, как спортсмен живу правильно. И если я слышу в свою сторону какой-то негатив, мне хочется как бы разобраться на эту тему. Есть ли основания какие-то или человек просто, как говорится, кидает словами. То, что умение контролировать свои эмоции не самая сильная сторона Адама, подтверждает и его тренер Вячеслав Угринов. А Абакаров, он любит вот это вот вступить с какими-нибудь 15-летними хейтерами в переписки и сам же психует. Ну зачем это? Вот такая вот очень подвижная нервная система не дает ему набрать вес. Потому что все те же, с которыми я работал, которых я хорошо знаю, они люди очень спокойные. Там все в себя, что называется. Там не выплескивается на мелочи. Так сможет или нет Адам научиться смотреть на мир глазами настоящего тяжеловеса? Или ему лучше не гнаться за массой, а остаться в сотне, где он имеет гораздо больше шансов на победу? Мне больше всего форма его до сих пор нравится та, которую мы сделали в 14-м году, когда он был самый жесткий, безусловно, из того, что он выступал. Обо всем этом мы поговорим с вами в нашей рубрике «В объективе железного рейтинга». Где также вспомним, с чего начиналось наше знакомство с Адамом. О чем он мечтал в начале своей карьеры и изменились ли его представления о бодибилдинге сегодня. Лично с Адамом Абакаровым мы познакомились в январе 2015-го, когда «Железный рейтинг» провел разведку боем по краснодарским качалкам. Именно тогда «Мир железа» услышал секретную формулу роста ног от Вячеслава Угринова. «Давай, давай, давай, злее и качественнее». Кстати, переезд в Краснодар Адам Абакаров считает стартом своей карьеры в Большом ББ. Но эта рокировка места жительства открыла перед нашим героем печальную правду жизни. В Краснодаре его абсолютно никто не ждал. «Тяжело было в каком плане. Я не мог устроиться на работу. И первые два года мне приходилось работать в охране, стоять в клубах. Тогда я уже побеждал, тогда меня уже знали. Никого это особо не волновало. Почему? Потому что фитнес-клубы не стремились иметь у себя каких-то титулованных спортсменов. Вся фитнес-индустрия построена на заработке. У кого язык подвешенный, тот и работает». Но проблемы были не только с работой. Проблемы были и со всем. Как бы это ни звучало неправдоподобно, даже сотрудничество с Угриновым у Адама заладилось совсем не сразу. «Он приехал к нам в Краснодар, по-моему, в 2007 году. У меня поначалу не было большого настроения с ним работать, потому что он приехал очень кривой. Он там качался сам у себя в Дагестане. Это были огромные трапеции. Это были руки, это были грудные, но не было вообще больших групп мышцы. Кривой был перекривой. Но как-то своим очень фанатичным отношением к делу он завоевал как-то мой интерес. Я вижу, что этот человек был готов жертвовать, что с ним можно работать. Невозможно просто прийти и сказать, вот я хочу, помогите мне. Скажешь, ну молодец, хочешь, пойди покажи результат, и вот тогда, может быть, мы тебе поможем. И вот несколько лет у меня ушло именно на то, чтобы доказать, что я могу, что я достоин, и что я хочу этим заниматься профессионально. Если видели мультик по Киплингу «Кот, который гуляет сам по себе», когда пришел кот и вот заключил договор, мол, если я один раз похвалю тебя, если я второй раз похвалю тебя, вот у меня с Абакаром было что-то подобное. То есть вот первый раз там я заметил, что он хорошо тренируется, я подумал, ну ладно, пусть приходит и тренируется с нами. Второй раз, когда он начал помогать Аркаше, когда Аркаша был не в настроении, когда он там где-то на него покричал, когда он где-то его вывел там на другой уровень работы, я подумал, хорошо, пусть приходит и тренируется в нашей как бы команде. Ну и потом, когда вот он уже показал себя еще там с лучшей стороны, думаю, ну ладно, я там буду тренировать его сам. То есть это все по ступеням произошло, это он, можно сказать, заслуживал право работать со мной. Кому-то эти слова Вячеслава могут показаться немножко высокопарными, но в них есть своя правда жизни. Мало просто хотеть быть чемпионом, нужно доказать всем, и прежде всего себе, что ты готов пройти этот путь до конца. Но наше знакомство с Абакаровым началось не с этой поездки, а годом ранее, когда мы готовили 74-й выпуск железного рейтинга. Кто может победить Лисукова и Кадзоева? Адам Абакаров тогда открыл выпуск, отвоевав себе пятую строчку рейтинга. Открывает наш рейтинг... Адам Абакаров. На тот момент за плечами Абакарова был всего один соревновательный сезон. Но наши эксперты уже тогда уверяли нас, что за этим парнем большое будущее. Могу отметить Абакарова. То есть на последнем чемпионате России он очень кинулся в глаза. Если он наберет свои слабые места и будет вставлять такое же качество, то абсолютно у него на чемпионате России не за горами и другие титулы тоже. Но вот прошло два года, а высшим достижением Адама так и осталось второе место на Кубке России в категории до 100 килограммов. А все попытки покорить супертяжелый дивизион для нашего героя пока оборачиваются неудачей. В Мурманске на Кубке России 2016 он стал шестым. Как и годом ранее на Кубке России в Краснодаре. Шестым решением судей сумма баллов 80 становится Абакаров Адам номер 327. С одной стороны попасть в финальную шестерку в такой ядерной кампании это результат, доступный немногим. Но с другой стороны это всего лишь шестое место. Совсем не тот результат, о котором мечтал и мечтает наш герой. Я, например, считаю, что в Мурманске шестерка, в которой он выступал, была сильнее, чем в Краснодаре, причем однозначно. Потому что там именно были все большие широкие тяжи. Очень сложно соревноваться с ребятами, которые сами по себе скелет, у которых другой. Здесь, как можно заметить, со мной соревнуются парни, которые наголову выше меня. Имеется в виду в росте, да, и в объемах мышечных. Поэтому, если учитывать все факторы, которые сегодня сложились, я думаю, что вариантов нет. Надо работать дальше, надо набирать. И я постараюсь порадовать своих болельщиков, которым хотелось бы, пользуясь случаем, сказать большое спасибо. Они у меня самые лучшие. Они болеют за меня, несмотря на то, какие места я занимаю. И я им очень за это благодарен. Адам, набирать, конечно, надо. Но все-таки для карьеры правильнее было бы остаться в сотне. И закончить все эти игры с покорением супертяжелого дивизиона. А то пока получается какое-то топтание на месте. Но он все равно растет. Он все равно растет. То есть мы тогда влезли в категорию с весом 99, там, с чем-то. То есть постоянно оставаться в таком весе, это значит не расти. А чем тогда мотивировать спортсмена? Какими-то там медальками на чемпионате России. Ну, для меня эти медали не являются самоцелью занятий бодибилдингом. И мне кажется, что для моих спортсменов тоже. То есть рост важнее мест. Допустим, я выиграю категорию 100. И постоянно стоять в категории 100 надо все равно двигаться. Надо по-любому передвигаться вперед. И это все равно надо делать шаг в сторону категории 100+. Я не хочу ограничиваться на российских турнирах. Я хочу идти дальше, я хочу прогрессировать. И для меня в первую очередь бодибилдинг – это не просто медаль на шее, а хорошая форма. Я должен наслаждаться своей формой. И я думаю, что здесь выбор мой очевиден. Категория 100+. Я буду стучать в нее, пока не достучусь. Когда-нибудь это все равно произойдет. Возможно, в этом упорстве нашего героя есть своя правда. И будущие победы – просто вопрос времени. Ну, он думающий, он понимает, что 3-4 года. И многие сейчас говорят, да какой он там типа тяж. Он мало набирает. У него нет вот такого бах. И через год он вышел на плюс 10 килограмм. У него каждый кусок мяса, вот эти 3-4 килограмма, которые он добавил, это действительно там потом и кровью. Но он этими мелкими шажочками все-таки идет. Он прогрессирует, он добавляет. Он доволен своей работой. Он стратег такой. Ну, не медалями едиными жив бодибилдинг. Если внимательно присмотреться к нашему герою, то можно заметить, что даже несмотря не на самые высокие места на национальных турнирах, Адам сегодня является одним из самых медийных атлетов. При том, что он живет и тренируется не в Москве и не в Питере. Абакаров, да, спортсмен еще таких великих побед не достиг, но он очень интересен. Он безумно интересен бренду, потому что у него очень много подписчиков, да. У него свой проект, у него своя группа. Он очень вкусный, он очень интересный. И на него очень много людей подписаны. То есть он информационно интересен, полезен. Спонсоры любят Адама за умение работать с медиа и фанатами. А фанаты, в свою очередь, любят Адама за его преданность и самоотдачу. Самое главное его качество – он очень верный, он очень честный и очень откровенный. И это относится не только к людям, к делу, ко всему, чему он занимается. И в этом он верен и своим фанатам в том числе. То есть он понимает, что это не просто какая-то дамь его заслугам или еще чему-то. Это, в первую очередь, люди, которые в него верят, которые мотивируются, которые вдохновляются. И он, в свою очередь, относится к ним, как к равным. Подтверждение этих слов наш герой не прекращает общаться со своими фанатами даже в день турнира. В эти последние два дня ты уже ничего не сделал. Все, что надо было, ты должен был делать тогда. А сейчас ты должен просто выходить, получать удовольствие от шоу. И в первую очередь приносить это удовольствие болельщикам, фанатам и всем остальным. И вот чтобы это фанатское удовольствие было абсолютным, Адам пытается справиться и со своей вспыльчивостью. Благо в этом вопросе нашему герою есть на кого равняться. Мне все время ставит, в пример, Славик один момент, когда Аркаша в ночь перед Арнольд Классик был в гостинице. Слава говорит, я захожу, открываю ноутбук, начинаю читать комментарии на всяких пабликах, и вот это льется говно, вот просто льется говно. Слава говорит, я весь изъелся, весь измерничал. Аркаша подходит, наклонился, вот так вот почитал, зевнул и пошел лег спать. Он говорит, вот это тяж. Вот так вот, вопреки всему, Адам Абакаров продолжает строить свою спортивную карьеру. Каждый раз на его пути встречается какое-либо препятствие, и каждый раз он находит в себе силы и средства его преодолеть. Сейчас я понимаю, что это шоу, и я абсолютно стал спокойно и с большим уважением к спортсменам относиться, и реально никакого кулака в кармане не держу. Я понимаю, что все зависит только от меня. Ну что же, время нашей беседы с Адамом подходит к концу. Нашему герою пора готовиться к выходу на сцену. Как Адам нам уже говорил, все, что мог, он уже сделал. И сейчас ему предстоит борьба за титул абсолютного чемпиона турнира Самсон. Учитывая амбиции нашего героя в этой борьбе, его устроит только победа. И в том, что она будет за ним, наш герой не сомневается ни на секунду. На втором месте по решению судеб большинство судейских голосов с результатом 24 балла Адам Абакаров номер 41, Краснодарский край. Побеждая в этой номинации, становится абсолютным чемпионом Самсон 39 Андрей Мельников номер 10. Такого поворота событий наш герой явно не ожидал. Он вновь оступился в шаги от своей цели. Судя им виднее. Они на той суде, им виднее. Ну я бы поставил по-другому. Я как бы не думаю, что мы проиграли человечку из маленькой категории. При всем том, что Андрей очень хороший спортсмен, но там 30 килограмм разницы. И если метр шестьдесят ростом увеличивать до размеров тяжа, там столько вылезет недостатков. Поэтому абсолютка это всегда немножко от лукавого. Но Андрей очень хороший спортсмен. Я очень всегда ему симпатизирую. Поэтому победил, победил. Если победил, значит заслужено. Значит, опять-таки мы. Немножко, ну, немножко Адам был меньше, чем на России. Это я вижу. То есть, ну что, сами виноваты, как всегда. Многие скажут, что спорт есть спорт, и без поражений не стать чемпионом. Но сколько раз нужно потерпеть неудачу, чтобы взойти на Олимп? Где вновь искать мотивацию, что ответить радостным хейтерам? А главное, как понять, все ли ты делаешь правильно? У нас есть цель. Цель, она где-то там далеко. Мы к ней идем по ступеням. И, в принципе, если ты не победил, значит, ты еще не прошел вот то количество ступеней, к которым надо дойти. Поэтому, ну, конечно, неприятно. Конечно, расстроились. Ну, ничего. Встали, отряхнулись, дальше пошли. Как бы на одном соревновании жизни заканчивается всегда будет следующее соревнование. Если ты хочешь, ты добьешься. Здесь с Вячеславом трудно не согласиться. И именно такие ситуации проверяют, насколько ты готов быть чемпионом.